сегодня я хочу поговорить во первых о последних известиях ситуация сегодняшняя потом мы поговорим то что в общем то своеобразный призыв действием значит сегодня мы рассмотрим все что касается вот этой пандемии дело в том что у нас пандемия которая многие врачи и уже юристы сейчас выявили что в общем то нет никакой пандемии вернее и она есть только в мозгах то есть роста смертности как таковое не происходит но это было сначала сейчас они все-таки какой-то вирус запустили но что касается вируса или вирусов вообще в 19 веке считали что это грипп вирус это но новодельное слово был грипп и грипп он связан с грибом с грибами то есть у нас множество заболеваний связано с грибами то что там находит якобы там вирус это споры грибов в 19 веке все знали что грипп это это споровая грибковое заболевание и поэтому грипп надо лечить обычными антибиотиками и в действительности все естественно антибиотики там чеснок как имбирь масла эфирные хвойных деревьев они хорошо в общем-то убирают эту эти заболеваниям но это естественные растительные у нас антибиотики и и вот что интересно у нас все пандемии которые случаются каждые 10 лет но они называются пандемиями но обычно слишком больших распространений не имеет они связаны как правило со всевозможными революциями всевозможными диктатурами но и другими неприятными вещами в обществе например пандемия 1900 но она вообще началась 1899 году но потом от 1900 1903 год инфлюенция так называемая она вообще выкусила пол европы и это тоже заставляли ходить людей в масках в то время как современные уже вот английские врачи исследователи показали что когда человек ходит в маске но первых у него унишается потребление кислорода во вторых происходит самозаражение постоянно и принципе все кто носят маску постоянно но там обязаны носить продавцы значит официанты вот они больше месяца не живут врачи допустим они носят но у них не такие длительные рабочие дни вот или там хирурги они только на период операции одевает маску ну то есть они успевают когда снимают маску в общем то за счет собственного иммунитета который не садится бактериями вылечить себя ну собственно за счет собственных сил но нам ведь еще ведь вели и эти 5g вышки которые гасят сразу иммунитет потому что они вызывают мутация мутация приводит к тому что клетка которая рождается мутационная на не выполнять своих функций и поэтому селезенка отвечающие отвечающие за иммунитет костный мозг отвечающие за иммунитет они выключаются и человек не может справиться с этим обрушившимся на него количеством всевозможных бактерий микробов там рекеции прочих микроорганизмов которые в общем то начинать вести себя в организме как хозяева ну и понятно что в этом случае человеком просто неизбежно умрет ну и вот это сейчас начинает на наблюдаться то есть у нас как бы эпидемия растет но она растет только за счет того что люди ходят масках и периодически удается включить вот эти вышки 5g но дело в том что вот с 5g тут не все так просто сначала хотели но во-первых и построили нам надо всего и тысячу для того чтобы обеспечить связь по всей россии сначала было цифру что построили 324 тысячи а теперь уже цифру что 2 миллиона построили не знаю какая из них точная официальным органам сложно сейчас верить значит когда в китае тоже настроено очень много вышек до 5g именно решили и запустить и них запустили в общем-то 20 миллионов китайцев во всяком случае номеров телефонных сотовой связи исчезло то есть похоже что 20 миллионов китайцев погибло но начали происходить интересные вещи те которые запускали а запускали там 40 и 60 гигагерц не 23 гигагерца как обещано а именно 40 60 это смертельная частота часто которую применяли в концлагерях фашисты для того чтобы но во-первых стерилизация а во-вторых и уничтожение и у них это эпидемия захлебнулась то за кулиса которая в общем-то курирует китай а это швабия швабия это продолжение германского рейха фашистского рейха который сейчас там антарктиде построился вот который создала он свое время вместо регинации это все швабия и они подумали что им мешает византия но ант это люди-обезьяны которые живут в австралии но не не только в австралии нас на на их масса это же там целый почти перешек такой мощный соединяющий с антарктидой который не рисует кстати у нас на карта вот там живет византии и думали что византии это мешает им и поэтому там были устроены в австралии пожары для того чтобы воздействовать на эту византию но византии ни при чем непонятно кто помогает но нам точно помогает у нас есть конечно параллельные тоже цивилизации не только византии не только римская империя которая возглавляет до сих пор писи главцы но и которая существует там где шпицберген и новая земля остров тоже не обозначены на карте и они думали что анты анты в общем-то казались ни при чем и вот не римская империя не но от римской империи многое зависит естественно они тоже проводят политику сириусиан то есть это действительности инопланетное воздействие именно инопланетяне они на создавали здесь у нас много параллельных цивилизации но всяком случае как минимум около 20 если не больше но есть нейтральные которые в общем-то могут нам помогать это вот арсане возможно там люди исполины вот возможно аграта там люди годы но хотя очень не только годы там и 66 полы тоже присутствует это те которые остались от бомбежки сибири именно в девятнадцатом веке мы говорили что у нас были целые поселки еще в годы советской власти шести палых людей но потом их не стало именно потому что у нас и нквд зверствовала ну и сторонние силы тоже у нас достаточно сильно зверствовать на нашей территории вот ну что интересно что то что сириусиане тут проводит свою политику это видно хотя бы из того что в африке ни одного случая почему-то коронавируса нету только европа вот причем европе сейчас ну на же интернет и люди знают что такое носить маску берлине например был вот недавно выступление полтора миллиона вышла об этом в конечно в прессе по телевидению гугу вот выступление в испании выступление в италии чехии везде это выступление и вот что интересно что такие же выступления были из 1903 четвертом пятом года когда собственно говоря свершилась первая революция когда там не только маски заставляли носить но еще и респираторы и более того кислородоизолирующие аппараты выходить в таком аппарате долго не проходишь потому что он там идет знаете что такое кислородоизолирующий аппарат это ты дышишь то чем выдыхаешь но тебе еще просто кислорода добавляют но принципе ты все равно самозаражаешься это даже маска потому что нету проветривания и сейчас люди тоже ну сразу в общем то разобрались в том что это все провокации провокации вот этой вот за кулисы но не представлены там и ротшильдами и там барухами которые в общем то между за кулисой и человечеством вот ну там еще несколько фамилий известного время даже мало известно у нас в россии но не присутствуют присутствуют и проводят свою политику по уничтожению землян а это политика как раз связано спорить к инопланетян который спят и вид освободить землю от человечества и в общем то вот когда нас приговорили это должно было быть в октябре то есть было решение уничтожать человечество поэтому вот эти вот маски вели маски они были вынуждены ввести потому что думали 5g все-таки да и вот в россии там 5g запустили 20 мая это не должны были запустить там министерстве связи был скандал большой много походило людей не желая участвовать в этом массовом убийстве но и произошло то же самое что в китае то есть те кто запускал во первых у них выходила аппаратура из строя во вторых и те кто участвовал в этом проекте они тоже очень-то давали концы не жили то есть их лишали жизни нам опять кто-то помогает опять же или арсане или аграта и акрти как еще называют вот а вот эти вот республики что римская империя что византия они в принципе вроде как сотрудник но сотрудничают но в то же время они все-таки противостоят друг другу римской империи то чистое католичество византии это но якобы православие византии вот она все время нас слизывала все обряды ритуалы православные для того чтобы нам же потом и выредить и пользуя наших богов используя наши традиции и все это разрушали в итоге но сейчас я не знаю насколько у них православие у нас тоже называется православием хотя никакого отношения к православию нет потому что там выход выход еще на самое главное перевоплощение убрано вот так просла все настроено было на то чтобы человек умешал вытащить с того света чтобы он снова вернулся в эту жизнь и вот это вот круговоротом кола кстати назывался и он был обеспечивал человеку вечную жизнь хотя бы в таком виде в то время как у нас перед этим до православия была вечная жизнь вечная жизнь которая собственно говоря сохранилась вернее сохранялась у иудеев иудеи не названы через дея день это который сейчас когда вот из известен потому что он дольше всех правил вавилонии но это царь вавилонии но вавилонии это в действительности все земляне и он там 72 тысячи лет только правил согласны истории вавилонской времен и иудеизм естественников отношения к тому иудеизм не имеет ну и сами иудеи они сейчас и не знают почему они называются иудеями мы наблюдаем сейчас события которые повторяют вот испанку испанка у нас было в 1900 но говорят восемнадцатый девятнадцатый год в действительности она началась раньше собственно говоря спровоцировал вот эти выступления как вот сейчас будут выступления ведь как нам сейчас большевики коммунисты рассказывают по поводу того что было невозможно жить и вот люди выступали против богатых из этого но тут уже на свист было невозможно носить маски и поэтому люди выступали потому что ведь мировая была революция и эта революция она распространилась буквально на все страны она была до 1924 года во всех странах китай индия бразилия аргентина мексика страны европы везде были выступления в венгрии произошло даже смена правительств германии но германии то не было было пруссия после того как разгромили германию ее разделили там на веймарскую баварскую республику альзасскую потом которую отдали во францию а вообще эти республики входили даже в ссср свое время об этом понятно сейчас уже молчат вот то есть в реальности революции вызываются не жестоким отношением властей хотят от провоцировать но они не настолько а вот именно введением всевозможных этих подменей которые повторяются практически каждые десять лет и вот нас тридцать третьем тридцать пятом году пандемия новая азиатский так называемый грипп и у нас начались именно в эти годы начались значит явление связаны с усилением этого террора то есть аресты там значит а почему началось начали отделяться от нас страны тоже из адская республика отделился делилась баварская авиаморская республика ну чтоб не было так дальнейших отделений начались чист начались чистки ведь то же самое когда было 901 903 год это пандемия да у нас отделилась япония делился руси помните было такое но у нас она осталась выражение японский городовой не полицейская городовой то есть вообще между двое это чисто русское название япония была от россии от российской империи и туда приехал николай второй усмирять вот чтобы они вернулись там случилось но его ранили сабли именно городовой японский ранил его почему это выражение и пошло и после этого случилась русско-японская война и причем почему-то командующий флотом предпочел застрелиться чем идти значит на японию с чего он застрелился а у нас таких вот случаях новочеркасске например когда дали приказ стрелять хотя все сейчас открещиваются и хрущев тот открещивался и тогдашний значит руководитель кгб тоже открещивались что не давали может быть и не давали кто-то дал за них этот приказ но тем не менее полковник милиции да за приказ и тоже застрелился то есть он разрешил стрелять стреляли но стреляли так поверх голов как сами потом признавались милиционеры а вот стрельба с крыш она была то есть опять вмешивалась сторонняя сила майдан на украине то же самое стрельба с крыш и она провоцировала вот эти вот все явления когда нас белый дом брали во времена ельцина тоже как стрельба с крыш то есть всегда влияет третья сила и вот получается что мы как были захвачены так принципе и остались захваченными и вот эти республики но может по ней не республики может они монархи сейчас потому что у них же императора в римской там империи вазантийской тоже императора а император это подчиненное лицо она не самостоятельно опеченец они понятны таким вот закулисным и инопланетным силам про которые нам все время говорят что их нет тем самым опять же опуская у нас на уровень неразумности ну и нашим значит этим завоевателями важно получить доступ к тем чудесам света которые у нас созданы были нашими предками и прежде всего к логосу логос который управляет вселенными мы сейчас выключен но включить его без проблем и претендентов на это много по данным цру на 70 цивилизации только болтается вокруг земли которые или земли там свои потеряли планеты до претендует на то чтобы занять нашу планету или значит просто это какая-то большая федерация или конфедерация которая хочет занять землю только из-за того что тут есть такие лакомые кусочки чудеса света но чудеса света помимо логосу на супер транспортная система была мощная создана нашими предками и сама земля могла тоже путешествовать и по вселенным и по космосу то есть есть такие технологии которые в общем то у нас сохраняются поэтому земля сама по себе лакомый кусок плюс еще логос и плюс еще остальные все эти чудеса которые помогут тем кто владеет и знает как этим управлять на вселенной каковыми и были наши предки потому что они находились на уровне повелители вселенной другая вот эпидемия у нас случилось но якобы тому же 58 50 1557 1558 год в действительности она раньше всегда начинается но развивается уже 57 а в этой эпидемия она скрыла захват фактически соединенными штатами ссср когда в принципе хрущев вынужден был ехать соединенные штаты это произошло в 1957 году хотя нам и что в 1959 но я когда смотрел в интернете когда хрущев посетил но в действительности вот сейчас в том году произошла высадка американских войск но их правда сбросили на дальнем востоке они рассадились и сбросили наши пограничники причем там отличился значит генерал ему там памятник поставили пограничных именно войск вот и бомбили они вот и города сибири и дальнего востока и вот сделали эту пандемию чтобы сокрыть все эти бомбежки убрать людей очевидцы знающих именно вред в это время мы вынуждены были отдать аляску потому что она была советской асср там даже не страна была там просто территория россии и не делали республикой не то чтобы она не отделилась вот и заставили хрущева построить более 500 предприятий в китае то есть уже в то время китай стали готовить для захвата и вот сейчас они собственно говоря вошли у нас на территорию с 1 россии да вот но сэр потому что они в казахстане и в казахстане сейчас по данным очевидцев они эшелона идут этих китайских китайской техники танки идут там пушки но все то есть они готовятся к вторжения в ссср россию и 200 тысяч этих они так застряли сейчас появляется литература которая говорит о том что вот расстреляли они весь питер и москву а зоны вид который написал книгу 10 дней которые потрясли мир он пишет чтобы на бескровная революция то есть это тоже лапша вес и вот почему-то свои то не могли написать и пригласили из америки зоны рида который написал это мы потому что джонрида его ведь не сразу выпустили а выпустили тогда когда уже народом по убирали и уже выпустили когда можно было лапшу вешать потому что когда много людей остается которые не верят они в общем-то формируют мнение но когда немножко таких людей не страшно они не сформируют мнение вот и стояли китайские войска в 1917-18 году когда уничтожали питер уничтожали москву вокруг питера как сейчас всем заград кругов заградительных кругов надо чтобы из города было пройти 7 кругов вот кто вышел значит ну женщина тоже пишет заплатить пришлось 250 тысяч золотом чтобы выйти вот но вокруг москвы поменьше там три круга иначе цена меньше было выхода ну вырезали всех и вырезали китайцы вот сейчас по китайцы все больше и больше вот почему их и сейчас заводит в россию но для того чтобы вырезать начать вырезать население сокращать именно крупные города и уничтожали ведь как ведь сначала опять же возвращаясь в 1917 год уничтожали людей у которых нет мозоли например на руках которые хорошо одеты вот которые но благородные там черты лица имели вот их уничтожали всех там не спрашивали там кто-то одет но все значит причем и жестко жестоко ведь сначала в этой пандемии в ношении масок заставляли участвовать полицейских там значит ну войска естественно да а потом пустили вот этих гопников которые грабили и резали и ведь опять же вот мигрантская литература ну и те кто вышел и рассказали своим так сказать потомкам который сейчас уже начинают говорить об этом они же говорят о том что гопники они ходили по квартирам и вырезали всех вот но это потом было интерпретировано как разбой и беспредел то ты его решили ликвидировать теперь с помощью армии но их тоже всех расстреляли естественно когда находили если а народ для того чтобы обороняться они заселялись в квартиры по несколько семей для того чтобы можно было дать отпор потому что одно семья ну там может один-два мужчины когда много уже народом то они могли и это не то что было уплотнение населения да это именно из-за того что возможность сопротивляться и вот и даже вот обозы были созданы города же мы ведь и резня это было приходили вот эти вот войска которые зачищали город и народ уезжал значит создавались обозы там мужчины вооружались чем могли и в общем-то оброняли эти обозы но не так просто было уже захватить этих обозы было много о них еще славневич писал тоже наш эмигрант и писатель который много рассказал правды вот о тех событиях которые были у нас вот и тогда вот придумали что вот есть бедные из богатые и между ними как бы столкновение из рабочий класс а есть вот там дворяне там духовенство крестьяне противоположный класс которых надо защищать всех но собственно говоря это и делалось вот но сейчас но формируется разделение вот если в 1901 там 1903 году там были еврейские погромы до громили евреев потому что их во всем обвинили в то же время этот протокол женских мудрецов был написан на сионских сина это песеглавцы никакого отношения к современным евреям не имеют опять же за кулису который подставляет всегда кого-то под свои действия ну то есть козлов отпущения находят сейчас снова формирование идет противопоставление да то есть похоже что это будут как она и ты теперь но видимо от слова кается я так понимаю слово придумано и она усилена у нас сейчас пропихивается и под канитов можно любого подписать человека который вам не понравился ну зачем к нам кайнит великой она кандыка и не да но увидим а ашка нет и у нас в библии то в общем-то там ветхий завет ведь есть ну раз мы его читаем защитные кайниты по определению и самое-то интересное ведь опять же начнется то же самое то есть людей когда много убили убивали у них же и документы все и вот эти вот гопники которые гопники она происходит от слова государственного общества презрения это нот бомжи дочек которые там были их раньше содержали в ночлежках там кормили у нас тоже иногда такие вещи проводят правда не так часто как это было раньше поэтому гпт она от этого слова идет но они естественно озверевшие и обвиняющие всех и вся в своем положении поэтому они легко идут и на убийство на все прочие мерзости которые происходили вот в эти лихие времена самое интересное что ведь оружие тоже не давали вот сейчас тоже не дают запрещено уже и тогда тоже не давали в америке там дают разрешение есть там особо не разберешься да потому что можешь тоже пулю получить а у нас пожалуйста можете хочет чё хочешь тебе дали оружие ты это а тем более у нас сейчас смотрите убрали все блокпосты из милиции из гаишников которые в общем-то шерстили машины и сейчас оружие наводнила москву действительности там уже все готово для того чтобы этот город уничтожить точно также и питер его тоже собираются уничтожить так вот когда у нас оставалось много документов от погибших людей именно это гпт она их брала себе потому что у них там ничего не было вот и они стали профессорами там писателями но и другими известными персонажами которые были петербурге и москве вот а потом они же быть были известны на весь мир некоторые и потом когда их стали приглашать они никто и видно было что это никто ну и начался скандал европе начался скандал что в россии это красная профессора в реальности это люди захватившие документы убиенных им ну или другими профессоров писателей там артистов и так далее то есть всю интеллигенцию вырезали понятно и забрали документы происходили вот такие вещи понятно что сейчас особо никто не верит во все эти вещи но когда все начнет нас происходить боже будет поздно верить или не верить и поэтому у нас вот на сегодняшний день проект который позволит возможно позволит предотвратить все эти вещи это обращение галактической конфедерации и обращение к тем спутникам но их больше 20 насчитывается вокруг нашей галактики но 18 они ну более-менее выраженные да и более-менее по свойствам своим посвятимости близки в принципе к нашей галактике потому что там где другие условия там непонятно кто мы сделали обращение к этим конфедерациям этих спутников галактических но наши галактики в личный путь значит самой конфедерации нашей галактики и повелителям вселенных который в принципе в конфедерации никакие не входят у них своя структура но мы ко всем обратились для того чтобы все эти возможные зверства которые были предотвратить ведь у нас и смотрите городов ведь много не стал вот сейчас делали там парнас лариса города которые были у нас на территории их полностью уничтожили вот и сделали города якобы зрение греции не стали то есть кто-то перенесли просто-напросто но эти города там до двадцать четвертого года в питере никто не жил но вернее там жил но немножко народу был мертвый то же самое было с ноской вот это же две столицы фактически да одна столица московской тартария другая столица в общем-то стала столицей как некоторые москве александрия пикер потому что стоит александрийская колонна на площади зимнего дворца так вот это обращение конфедерации и по великим вселенных я предполагаю позволит какой-то степени если нам помогут конечно сохраниться человечеству на ведь рассказ про золотой миллиард вот в действительности человечество может вообще земля может миллиарды и миллиарды кормить людей если все будет правильно организовано вот а миллиард нужен захватчикам нужен той вот силе сторонние за кулисье которая находится как они там называются у них вот есть представительство допустим в швейцарии это скорее всего анты ну есть предположение что это варяги есть такое предположение у нас тоже 19 там параллельных структур которые в общем-то связаны с захватчиками которые когда-то высаживались на земле вот и мы сейчас просим чтобы убрали этих захватчиков но они уже себя считают землянами не считать землю своей но они привыли с других планет вот и мы просим конфедерацию убрать их земли или пусть они живут в отдельной выделенной территории и не могут перемещаться как они сейчас перемещаются или пусть покидают на свои планеты улетают вот и мы просим поскольку нас записали в неразумные раз неразумные можно делать чего угодно а неразумным и потому что нас все время опускали всевозможными иллюзиями и это было длительное время и нас теперь надо чтоб выйти из этого состояния не один десяток лет чтобы людей подтянуть хотя бы до того уровня который был 19 веке мы просим сто лет чтобы нас значит возвратить вернуть и вот те рассылки которые пришли и в общем то я думаю они позволят нам выйти на связь с этими конфедерациями с представителями этой этих конфедераций и чтобы они помогли нам навести на земле порядок у нас собственных сил на это нет потому что любые знания которые начнут внедряться нашему обществе нибудь тоже зачищены причем это сделать ящик пандоры которые здесь организовали это сделают вот эти вот люди в черном которые шерстят всех изобретателей первооткрывателей ученых которых что-то открыли нашли исследовали то есть я их и не дают ходу поэтому мы просим ребят из космоса помочь нам помочь чтобы весь бордель за сто лет преодолеть и мы хотим чтобы был создан во первых во первых организация стратегического совершенствования человечества а во вторых организаций но это совет будет всех президентов премьеров но мне как у руководителей стран обвинить их в одно в один совет ну подчинить вот эта организация поскольку у нас в общем-то жречество жреческая ну у кого-то есть посвящение и посвящение кто получился кто-то не получил вот но получит вот жильцам нельзя управлять страной непосредственно но последовательно как надзирающий орган это можно делать но жильца не всегда и выполняли функцию то что же они лечили они судили они преподавали образовывали учили мы растили то бесконечное разнообразие биосферы которая обеспечивала функцию человечества и все его достижения потому что было именно биология в основном положено чтобы технологии на сегодняшний день даже на сегодняшний день способны решить любой вопрос хоть там оккультный хоть не оккультный хоть чисто получение любого элемента получения любого вещества получение новых материалов решается все биологическими биотехническими способами и мы к этому можем вполне возвратиться даже не сегодняшний уровень технологий которые не внедрялись но изобретались и вот за сто лет я думаю мы этот вопрос должны решить ну на этом последний здесь я хочу закончить и привлечь всех разумных людей подключиться к чтению молитвы требы чтобы убрать земли весь этот маразм творимый завоевателями земли